радио 54 иногда делаешь это вопреки себе вопреки себе потому что ты не находишь оправданий чем просто выживаешься в роль просто ты делаешь что тебя просит и как бы личного получается что не очень сильно много приносишь а здесь как-то так все сходится к тому что ты и открываешься не боишься быть открытым как человек как взрослый человек ты не боишься быть открытым ты как бы очень доступен становишься для каких-то эмоциональных переживаний для каких-то проб для каких-то ошибок и очень легко и мягко как-то взаимодействие происходит поэтому я могу сказать что вот наверное режиссерка то с которым больше всего мне понравилась работа это именно тимофей кстати говоря о личном андрей можно личный вопрос уже после какой вы в вашей повседневной жизни вот вы закончили спектакль и приходите домой что вы делаете я наверное после после хорошего спектакля как-то сдуваюсь а наверное все силы как-то заканчиваются и на два я как-то нет до следующего до следующего утра да пытаюсь как-то немного отвлечься если спектакль плохо проходит наоборот как бы плохо прошел почему-то как-то так себя достаточно резво чувствуешь а когда спектакль хорошо видно выкладываешься и и много и немного сдуваешься мне нравится такая история рассказывать я не знаю на самом деле правда или нет что в германии артист после того как отыгрывать спектакль он где-то часа полтора или два считается невменяемым человеком ему даже прощаются какие-то небольшие такие проступки но рассказывать что ему даже прощаются какие-то небольшие такие проступки потому что он как бы это человек только вышел только недавно вышел из другой реальности еще не успел переключиться в машу хорошая отмаза я только что после спектакля я даже не стал на самом деле проверять правда или нет мне это так понравилось так что пускай это будет как бы для меня определенным таким каждый раз после спектакля у вас маленькая германия в театре андрей расскажет стихотворение кто-нибудь да можно для нас и для остальных стилей знаете хотел бы прочитать буквально несколько строк о том времени который сейчас у нас как бы за окном весна снег теперь уже не тот потемнел он в поле на озерах треснул лед будто раскололи облака бегут быстрее небо стало выше зачерикал воробей веселей на крыше все чернее с каждым днем стежки и дорожки и на вербах серебром светятся сережки самоил маршак с весной вас ребята спасибо я я сразу на век принадлежит всем мужчинам актером которые читать стихи я я сразу школу вспомнил перед перед перенесся просто как на машине времени кстати о творчестве сейчас прям сейчас я знаю вы репетируете роль петра первого спектакли шут балакире роль петра первого это такая ох роль не волнуйтесь роль петра или вам все равно что президента играть что нет конечно если нет есть конечно определенного рода волнения уж вы знаете много кто играл эту роль петра первого не знаю посмотрим насколько она выйдет у меня во всяком случае материал мне очень нравится эта пьеса горина замечательный материал ну что же попробуем оправдать ожидания публики посмотрим что это из этого выйдет пока не будем раскрывать все карты до премьеры премьера состоится у нас в конце апреля вот так что милости просим на наш спектакль на вашем опыте еще были какие-то такие исторически весомые роли нет пожалуй это первое пожалуй это первое никаких таких весомых исторических ролей не было читаете биографии петра наверное все достаточно уже знают это личность такая достаточно известная в которой намешано всего и хорошего и плохого и веселого и трагического вы петр будете какой скорее веселый или скорее трагический или суровый я не знаю какой получится не знаю какой получше я еще боюсь сказать что-нибудь поэтому каким настроением приду на премьеру так и будет да да так и делается на самом деле в актерской индустрии скажите андрей девяносто четвертом году вы закончили наше театральное училище новосибирска меня даже еще в помине не было на этой планете тем не менее расскажите какую-то может быть историю связанную с вашим студенчеством все-таки мне интересно насколько быт сегодняшних студентов они часто приходят нам студии студентов театрального института отличался от вашего вы знаете наверное быт совсем отличался если рассказывать кому-то из сегодняшних студентов как мы жили в это же в это никто не поверит не было никаких телефонов не было такого интернета мы читали книги мы все записывали значит ручкой в свои блокнотики то есть ничего подобного не было студенты читали книги представляете я даже не знаю и обходили забавная история нет я хотел бы еще одну историю такую рассказать по большому вкратце я тогда еще являлся студентом буквально мне пригласили на прослушивание я будучи еще студентом меня пригласили на прослушивание в театр красный факел и вы знаете так получилось что после прослушивания буквально в течение полутора часов я уже отыграл первую свою роль в театре красный факел в спектакле в спектакле кандита у меня там было даже 4 роли я играл 4 персонажа играл какого-то пирата я играл какого-то там жителя какой-то какой-то страны, я играл там какого-то восточного человека, какого-то испанского гранта. То есть у меня четыре роли было в этом спектакле. Это все было в тот же самый день, когда вы первый раз переступили порог. В тот же самый день, когда я переступил порог театра Красный Факет. Я бы зазналась на вашем месте после этого. Нет, ничего, ничего, ничего. Дело в том, что я закончил курс в нашем театральном училище, тогда еще было это училище, это был не институт, у Михаила Александровича Стрелкова. Сейчас, к сожалению, его уже нет в живых. Мой замечательный педагог, он привел меня в театр, он был очень удивлен. Он тоже играл в этом спектакле. Ну, как бы он меня привел в театр, я должен был идти на собеседование главному режиссеру. Он меня как бы оставил, пошел по делам, готовится к спектаклю. Он был очень удивленно, ошеломлен, когда он тоже оделся к этому спектаклю, приготовился и вдруг увидел своего студента, который тоже сидит уже наряженный в какой-то костюм и готов выйти с ним сейчас же на сцену. Он был очень удивлен. И тут он такой, Андрюшка, ты что, с зачеткой пришел? Что пришел? Забыл портфель? Андрей, давайте немножко, у нас остается буквально пара минут, и все-таки хотелось бы немножко от театра отойти и почувствовать, какой вы человек в жизни, в повседневной, все-таки нас наверняка слушают ваши фанаты, а их, я уверена, немало. Давайте рассказывайте, чем вы любите заниматься в свободное театровремя, что вы кушаете? Кошки, собаки, домашние? Куда ходите развлекаться? Нет, я кошатник, если ты говоришь собаке или кошатник, да, я кошатник, мне больше всего нравится... Сколько кошек у вас дома? Нравятся кошки. Один кот, один кот. Как зовут кота? Вот, Модест, кота зовут Модест. Ух ты, театральное имя. Модест, да, зовут моего кота. Так, дворовый. Рано или поздно с каждым артистом происходит такая забавная история, которая, которая, как бы, выбивает его полностью из того, что он играет, из происходящего на сцене. О себе могу сказать следующее. У нас есть такой спектакль, он благополучно сейчас идет. Это поминальная молитва. Я исполняю в ней роль урядника. И вот, значит, у нас идет такая небольшая сцена, опять же скажу, трагическая, трагическая сцена. У главного героя уезжает дочь с женихом. Они уезжают в Сибирь. Я должен их забирать в Сибирь. Я должен их увозить, арестовывать. И в конце, как бы, они уходят. Я должен сказать, что ж такое у нас делается? Когда же я буду ходить к тебе опять за молоком, а не за слезами? И вдруг, я не знаю, это, по-моему, у нас произошло. Я не помню точно, по-моему, чуть ли не на сдаче спектакля произошло. И почему-то язык у меня сам выговорил. Выговорил, как дляешь, я буду к тебе ходить опять за молоком, а не за сметаной. Знаете, типа, да, сметану уже есть не могу, дай мне молочка. Я не знаю, насколько это смешно для обычных зрителей, которые, как бы, для обычных слушателей, которые это смотрят. Но для артистов такие вещи выбивают полностью. Потом очень трудно собраться от того, что происходит. На этих словах вы вспоминаете сметану. Совершенно точно. Я боюсь это произнести обратно, потому что один раз случилось, и уже у меня есть какая-то доля секунды, когда я думаю, нет, стоп-стоп-стоп, главное не произнести это слово. Твой дом, твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.